Сюда иди. Сюда? Во. А что туда надо немножко? Вот тут стоит. Ха-ха-ха. Вот. Вот так вот. Да там вот так вот, мне кажется. Давай рассказывай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, с вами Саша Гендель. Гоша Грипс. И проект Первая варка. Пивовар НБР. В прошлые выходные мы варили экспериментальный эль. А чем он был экспериментальный? Он был тем, что мы не промывали промышленной водой. Засыпь было достаточно интересно. Все ваерман. ПЛЛ. Всякие карамельные. Там Карарома. Карарет. Немного луноединового. И сыпанули... Карафа. Жареная вообще. Первая карафа. Какая там там кофейная, не кофейная. Шоколадная, не шоколадная. В общем. Шоколадную кофейную карафу мы сыпанули. В общем, хотели засыпать по горсти. А засыпали по 10 горстей. Полкило засыпали. В результате получили очень темное пиво. Очень темное. Мы долго спорили, что это будет сталт или американ браунель. Но... Для сталта там вообще не срослось. Нормальный браунель американский получился. Американский, потому что на американском хмеле. Засыпали... Засыпали... Значит... 50 грамм чинка за 60 минут. За 10 минут до конца 100 грамм каскада. И... Наконец... Самое... Перед выключением... Больше при выключении засыпали 50 сантеннела. 50 сантеннела пошло на сухое охмеление в первичное брожение. 50 на вторичку. Переливать будем через... Неделю. Ну... На следующей неделе. Да... Поскольку беспромощной воды все это... А солода нам... У нас получилось достаточно много. 13 килограмм. Делали все в два раза. По 6,5 кило. Вылили 50... Без малого 50 литров воды. В конце получили... 25 литров сусла. Плотность 16. Ну... Что? Все? Плотность 16. Добавив туда 200... 200 грамм декстроза засыпали. До этого плотность была чуть-чуть. У нас... Термопаузы... Термопаузы делали по 45 минут. Две штуки. Первая это 64 градуса. Вторая термопауза 72 градуса. Тоже 45 минут. Ну... Полтора часа в сумме... Затиралась. Линка получилась пипец. Там же сахар. Очень клейкая. Да. Сусла, которая потом очень тяжело отмывалась от всего. А сегодня? А сегодня, да. А сегодня мы варим... Как варим? Мы сегодня пробуем сварить... Лагер. Немного об истории лагера. Курни пивоварения уходят уже далекие. Так, лагерки недалекие. Невдалекие. В общем, мы решили сварить лагер при низких температурах, пока зима и можно его при 10 градусах сбродить в погребе. Да. В погребе у нас сейчас как раз необходимая температура настала. Скрестили технологию обычной варки, которую дают использовать, и предыдущая. То есть два захода. Но на этот раз с промывочной водой и... И у нас новый фермент. Теоретически на выходе мы должны получить не меньше 50 градусов. Ой, 50 литров. 50 градусов? Вот счастье-то какое! Мы не отговаривались, а мы проговаривались. На самом деле хотим получить 50 литров. Сусло в бродилку залить. А там в основном один пилсон. Вот. И по пакетику кара-арома. Правильно? Нет. Там какая-то какая-то... Я всех виду сбуждение. Мы тогда засыпали просто, чтобы хватило по массе. И один мелоноединовый. Мы их что-то докупили на будущей варке. Мало ли пропалет, не пропалет. С прилавков. А так мы впрок закупили. Но еще один мелоноединовый засыпали. Вот. Получилось 12 килограмм. На два раза разбили по 6. Воду. Вот сейчас... Сейчас буду дображивать на 72. Ой, не дображиваю. У нас уже первая... Здесь уже половину слили. Вот то, что 16 процентов плотности. Тоже клейкая все получилось. На вид, конечно, невзрачно. Хочу заметить, что 16 процентов у нас получилось до промывания. Поэтому думаем, что после промывания, возможно... Да, наверное, 14 или больше. Хочется, конечно, получить плотность немного ниже, чем 16. В крайнем случае у нас получится стронг лагер. Лагер этот уже имеет макет этикетки. Слушай, с нее все и началось. Да. Это будет лагер с названием пионерский. Лагер. Пионерский лагер. С Блэк Джеком. И пионером. Так, что еще? А ты все рассказал? Хмель даже больше, чем нужно. Хмель будем добавлять жатецкий. Добавлять будем через полчаса после кипения. Для того, чтобы получить... Ни вашим, ни нашим. Ни горечи. Ни аромата. Ни аромата. Ни фиг. Ни фиг. Зачем мы вообще океане? Не знаю. Ну, в общем, первый лагер. Поэтому мы особо решили не заморачиваться. И не судите нас строго. Ну, как бы лагер, лагер, а там посмотрим. Порошка головной не сыпем, а там же и спирта не льем. И то хлеб. Так что объем будет большой, поэтому этим лагером мы, наверное, поделимся со всеми желающими. Мы будем выходить на улицу и раздавать его. Прохожим. Детям. Детям. Вот. Нет. Детям. Детям. Нет. Мы против потребления алкоголя длится младше 18 лет. Поэтому нет. Детям нет. Нет. Все пенсионерам. Я бы даже с 24-х начал. Да. Эй. Вообще начинай. Вообще вообще не начинай. В общем, будем раздавать пенсионерам и в очередях Сбербанки. Да. Обманутым дольщиком. А пара 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 пара. Нет. Я еще, знаешь, что думал? Не исключено, что если нас пригласят, а нас пригласят, а кто бы нас не пригласил на следующий фестиваль домашнего пивоварения, то, скорее всего, часть этой партии. Если она удастся, хочется оговориться, если удастся. Если все сброить. Не знаю, что там с температурами будет. Мы возьмем. Ну, Гоша сказал, что погреб не подкачает его. Погреб не подкачает. Так что... Пес его знает, что получится. Так, мы находимся в Святая Святых Пивоварни Биарбрю. Давай я покажу вам бутылки. Наша лагерная. Бутылки, да, еще. Вот у нас тут. All your friends доходят. Карбонизируются. Скоро сюда отправиться через несколько недель. Новый. Новый. Браун. Браун. Эль. Не скажем название. Мы же не скажем пока название? Нет, не скажем. Это будет сюрприз. Да, сюрприз пипец. Ну что, температуру. Давай посмотрим, что. Вот она как бы 12-14 на 16 вроде бы чуть-чуть там. А, 10 вон синий. 12 активная температура. А температура погреба? 8 градусов. 8 градусов. Поэтому надеемся. Да, все видно конечно. Не важно. 8 градусов. Вот мы все залили. Все поставили. Ну все, что. Все что могли мы сделали. Все что от нас зависло. Дальше оно пустя само. Так что надеемся, да. Будет все хорошо. Влезать. Сегодня был трудный день. Говорили наш первый лагер. Надеюсь не последний. Ну вообще лагер. Надеюсь что удачный. Лагер это наверное все таки для нас достаточно зимняя забава. Как снежки играть. С горки кататься. Да. Потому что летом такой температуры удачной не будет в подвале. Так что это такая зимняя забава. Давай подведем итог. О чем сегодняшнее видео мы сняли? Не варите лагер. Запаритесь дрожжей. Не хотите девки заводить. Разводить дрожжи при низких температурах. Варите эли. Эли варите. С ними проще. Гораздо проще. Да. Вот сегодня единственный и самый важный вывод, который мы сделали. Чуваки которые варят и заморачиваются по лагерам. Респект вам. Уважуха. Потому что целями мы конаёбились гораздо меньше чем с лагерами. Но сделали все по честному. Сделали все хорошо. Дрожжи засеяли на температуре 14 градусов. Это и тот минимум который мы смогли выжать из нашего чиллера. Поэтому надеюсь они стартанут. А температура в погребе сейчас 8 градусов. И даже если немного потеплеет она не поднимется выше 10 градусов. Поэтому это оптимальная температура для данного вида дрожжей. Которые мы использовали. А это были... Ну это опять мы взял на скетер лагерные дрожжи. Мы никогда не делали. Не знаем что получится. Получится не получится. Но мы в принципе когда первое сварили Эль тоже думали получится. Нет. А потом оно получилось. Ну почему бы и нет. Тем более есть погреб. Так что ждите. Скоро. Ну уже довольно скоро. Через месяцок. И еще немного. Мы попробуем что у нас получилось. Надеюсь что это будет хотя бы пиво. Нет. Пиво точно будет. Ну нет. Вариант брага еще есть. Ну завтра вечером спустимся. Погреб посмотрим что с газотвором. То вообще как пошло дело. Все как бру-бру-бру-бру. Да хорошо. Так. Ну что. Надо заканчивать. Это был Гоша Грибс. И Саша Генд. Что это весело. Это был Гоша Грибс. И Саша Генд. Проект Первая Варка. Пиварни Биарбрем. Пейте вкусно и в меру. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все что от нас зависело. Я как же сказал. Сделали все по-честному. И так потупился. Какой щи что обманул. Да нет. Все по-честному. Сделали все по-честному. Да. Сделали все по-честному. Я подпупался. Ты контролируй как ты себя. Да. В общем. В общем мы дружи заседали. Всем привет. С вами Гоша Грибс. И... Давай давай давай. Всем привет. С вами Саша Генд. Перегрели что ли? Перегрели. Давай. Вытащила я еще одну штану. Она тоже без дырки. Она вытащила штаны без дырки. Пора бы я попал. Зеленые? Зеленые? Минус. Зеленые? Еще один зеленый. Двое зеленые штаны. Ну да попробуй соки поймай нахуй какой нибудь. До новых встреч.